Скажите, пожалуйста, а кто представляет мощность источников электроэнергии, которые работают на Земле? Технологический суверенитет страны в условиях противостояния с Западом, развития наукоемких отраслей промышленности, новой фундаментальной физики. Такие задачи сейчас стоят перед российскими учеными. Новые вызовы требуют новых решений, справятся с которыми по силам выпускникам технических вузов. Они сейчас очень востребованы в промышленной сфере. В дни карьеры в Самарском университете проходят встречи со спикерами, которые рассказывают студентам, куда они могут пойти работать. Когда ты молодой специалист, который не знает, как двигаться в принципе, как развиваться в этой индустрии инженерной, да и в целом, тебе очень не хватает такого комплекса видения со стороны, именно опытного человека, который уже прошел этот путь, который знает, как двигаться, который подскажет, какие области изучать. Потому что сейчас в современном мире, конечно же, очень важны софт-скиллы, но без, как это сейчас можно назвать, хард-скиллы, в основном роде твоих специализированных навыков, знаний, без этого сейчас никуда. Александр Сергеев приглашает бакалавров и магистров Самарского университета продолжить обучение в Национальном центре физики и математики, где он работает научным руководителем. Рядом с федеральным центром в Сарове создается территория, где разместится новый научный институт. Уже сейчас создана кооперация из более чем 50 научных учреждений и университетов страны. Нучший результат, научный результат кооперации Национального центра физики и математики в прошлом году, это результат, который получат в сотрудничестве Самарского университета имени Королёва и федеральных диагностей в Сарове по созданию фотонного обычного устройства с рекордной скоростью обработки информации. Ученые выяснили, что для эффективной обработки информации можно использовать фотоны вместо электронов. Самарские физики сейчас занимаются задачами, связанными с созданием фотонных вычислительных устройств. Виктория Шарая, Игорь Казановский, События.